Итак, сегодня у нас уже восьмой урок по тайпу. И прежде чем перейдем к самой тематике, я расскажу о том, что собираюсь вообще делать с этими самыми уроками. Следующие три дня, то есть завтра, послезавтра и послепослезавтра, выйдут три видяшки, которые будут называться «Быстрый курс по тайпу». Эти три видяшки будут призначены для тех людей, кто уже знаком с фотошопом, знает его основные функции, знает, как работать с инструментами, но это самое, вдруг он решил, человек, заниматься мангой и ему просто-напросто хочется знать, что такое, как тайпить мангу. То есть в этих трёх видяшках будут описываться основные такие функции, которые должен выполнять тайпер. Далее что? Далее вот эти уроки с вами разделю на три части. То есть первая часть – это будут сами уроки, собственно. Там будут пошаговые инструкции, то есть как бы как с нуля, если вы вообще первый раз открыли фотошоп, как с самого начала научиться пользоваться фотошопом, научиться пользоваться такими какими-то инструментами, как нужно подбирать шрифты лучше, как сделать стиль и слой или стиль группы, ну и прочие такие возможности. Плюс ко всему, тут эти уроки будут также удобные, неудобно, как сказать, будут также интересны для тех, кто уже владеет фотошопом, но так средненько владеет. Потому что здесь я буду рассказывать про инструменты более подробно. То есть, допустим, у нас есть инструмент перемещения, в принципе, казалось бы, что тут такого сложного? Взял, переночил этот самый слой, который тебе нужен и всё. Но у него есть дополнительные различные функции, вот эти вот все. И про эти дополнительные функции я тоже буду в этих уроках рассказывать. То есть эти уроки, они будут пронумерованы, и вы их сможете спокойненько отличить от какого-то другого урока. Допустим, дальше эта самая область идёт примеры. В примерах будут, собственно, примеры из моей личной практики, там как я буду стапить звуки, как я буду стапить саму мангу, там какую-то страничку, какие-то примеры с висячей пунктуацией, потому что висячая пунктуация, она не везде хороша. То есть, как бы, есть моменты, где можно её поставить, или даже нужно поставить её, а есть моменты, где она излишне получается. Ещё тут же будут в этой области speed type. Есть speed art, где вы рисуете, потом на компьютере это видео ускоряете. А здесь будет то же самое, только speed type. То есть, как бы, быстрый type такой будет. То есть, примеры будут, независимо от уроков идти, они полезны будут для тех, кто хочет просто-напросто поставить какой-то интересный примерчик, либо узнать, как сделать тот или иной стиль для, допустим, того же самого звука. Ну и теория. В теории будут такие, постараюсь затронуть такие интересные темы, по крайней мере, для меня они очень интересны, я надеюсь, что для тех, кто занимается type-ом, они тоже будут очень интересны. Расскажу, что такое микротипография. В основном, конечно, будет вся теория про микротипографию, да, там, как у нас шрифт построен, какие у нас там расстояния между буквами, как, ну, все вот это вот, всю эту терминологию тоже расскажу. Немножко расскажу про макротипографию. Про макротипографию это как расположить текст на каком-то листе бумаги, все в таком духе тоже будет такая тема затронута. Ну и еще тут будет такая тема, как создание шрифтов. Вот насчет создания шрифтов, это будет уже тема следующего урока, следующей видяшки, точнее. Теория тоже, как бы, будет непронумерована, она будет независимо от уроков идти, и с уроками, как бы, особо так связано не будет, поэтому если вы пропустили какой-то урок, то теорию, в принципе, можете все равно посмотреть спокойненько. Ладно, значит, дальше что у нас... А, сегодняшняя тема, давайте уже к теме нашей сегодняшней перейдем. Сегодняшняя тема такая, что, допустим, вы подключились к какой-то команде, и ваша команда сказала вам, вот вам список шрифтов каких-то, вы должны эти шрифты где-то в интернете найти и установить на компьютер, чтобы ими можно было пользоваться. И как это сделать, сейчас я вам это дело расскажу. Как установить шрифты на компьютер? Допустим, вы подключились к какой-то команде, команда вам сказала, что вам нужны шрифты такие-то, какие-то, что вам, как вообще их установить на компьютер? Берем название одного из шрифтов, копируем его, заходим в Google, вставляем в поисковую строку название шрифта, плюс слово скачать. Скачать, Enter. И тут у нас куча-куча сайтов, где можно этот шрифт скачать. Допустим, берем первый из них, заходим на этот сайт, кликаем, что вы не робот, нажимаем скачать, скачиваем, сохраняем на компьютер, заходим в папочку, где у нас скачалось это дело. Теперь заходим в новом окошке, в папочку Windows, диск C, Windows, и тут находим папочку с названием Fonts, тут еще такая буковка А синенькая нарисована. Включаем ее, и здесь у нас все наши шрифты, которые в нашем Windows, в нашем компьютере присутствуют. Берем вот этот теперь наш файлик, который скачался только что, и перетаскиваем его вот сюда. Windows устанавливает новый шрифт, теперь, если вы включите Photoshop, либо тот же самый Word, или еще какую-нибудь программку, где текст можно редактировать, вы в списке шрифтов увидите тот самый шрифт, который вы только что скачали. Так, кликаем сюда, и ищем PF, назывался, да, как-то так, PF Cosmount Pro, вот этот шрифт скачался и установился. Так, как скачать другие шрифты, названия которых вы не знаете, расскажу уже потом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин